Времени занимал послушание, это называется, церковь, должность эконома Троица Сергея Иванова. То есть человек, который отвечает и за хозяйство, и за стройку, и за реставрацию. Огромный круг вопросов. В 2003 году был рукоположен епископа в Храме Христа Спасителя, патриархом Алексеевым, вторым покойным. И приехал в Нижний Новгород 6 февраля 2003 года. До этого в Нижнем Новгороде бывал только проездом два раза. Родом из Белоруссии, из города Жлобина, Гомельская, кажется, область, или Могилевская, точно не помню. Не теряясь связи с Белоруссией, в прошлом году была большая паломническая поездка, вот в том числе и в родной город его нашли даже дом, ну как нашли, он же помнит дом, где он родился, где жил, обычный христианский дом. Родители у него простые люди, отец фронтовик, летчик, жив до сих пор, и отец, и мать, живут сейчас в Подмосковье. И в простом совершенно доме в таком, вот эти отец и мать, вырастили шестерых детей. То есть Владыка Георгий младший из шести детей в семье. Три парня, три жертвы, все старые умерли. Брат тоже священник, сейчас служит у нас в Нижнем Новгороде. Вот второй брат дослужился до полковника в вооруженных силах, сейчас на пенсии. Вот такая... Так, кому непосредственно в церкви необходимо обратиться, если хочу сделать подаяние, не деньгами, если хочу передать в дар икону, строй материалы, может быть другому храму не нужнее, есть ли какой-то распределительный пункт. Распределительного пункта нету. Я думаю, что если что-то конкретное, наверное, может быть поисследовать нужды того или иного храма. Потому что сейчас много храмов в стадии строительства разной степени. Одним нужно что-то вот это, другим что-то вот это. Одним еще кирпич нужен, а другим уже нужно там что-то такое из внутреннего убранства, там еще что-то. Вот это как на месте решается. В церкви есть, в каждом храме есть настоятель. Это священник, который глава этого прихода. Он несет полную ответственность за этот храм. У него есть помощник, который по церковной традиции называется церковной старостой. Чаще всего это какой-то Миренин, Михаил Анатольевич подходил у нас старосты. Староста как раз больше занимается именно хозяйством. Все-таки священнику не всегда даже удобно уж совсем залезать в финансово-хозяйственную часть даже своего прихода. Больше все-таки надо отдавать должное и слуг богослужения. Вот есть настоятель, есть староста. С ними, я думаю, большинство, 99% вопросов можно решать по поводу помощи храму. Касается ли это икон, денег, стройматериалов, чего угодно. Или какой-то еще помощи. У нас Воскресенская церковь на Гребешке. Я веду в университете курс у американских студентов. Они обратились с такой просьбой. Мы хотим помочь восстановлению какого-то храма. Люди не православные. Привели в этот храм, потому что в крайней степени разрухи находятся даже до сих пор. И вот традиционно уже несколько лет каждая новая группа этих американских студентов, они сдружились с одним прихожанином, который помогает в этом храме. Приходят туда, разбирают кирпичные завалы, еще что-то переносят, таскают, строят. Ездили в Макаревский монастырь. Люди хотят просто потрудиться, во славу Божию. Им даются так и возможности. Планируется ли в Нижнем Новгороде строительство новых церквей? Планируется. Не все понятно с этим планом. Значит, я что скажу. Лет 15 назад, в середине 90-х годов, еще в бытность митрополита Нижегородского Николая, глава города был тогда Иван Петрович Скляров, разработали план-схему строительства храмов в районах новостроя. У нас же большинство храмов, как они были в старом Нижнем Новгороде, в Нижегородский район. Их в дореволюционном Нижнем было около 50 храмов. 45-46 лет. И они все вот здесь. А все же остальное его и не было. И вот то, что был построен город Горький, конечно, без всяких храмов, без ничего, народ сам просит, что мы бы хотели далеко ездить, там, на площадь Менина, там, еще на площадь Лядово, сюда, на площадь Ленина. У нас бы какие-то храмы. Тогда нарисовали по городу где-то около 20 храмов, но это были только вот такой, как бы, эскизный проект. Не дошло дело ни до землеотвода, ни до ничего. И так он повис воздух. Владыка Георгиев несколько лет назад тоже обратился к Вадиму Булавинову на предмет того, что нужно в спальных районах тоже как-то начать храмовое строительство. Пока нет цельного такого единого проекта, но об этом уже идет разговор, и кое-где уже храмы заложены. То есть в Московском районе, в районе улицы Люкина, по-моему, так оно правильно называется, сделали даже котлова, но пока никто не вызывает вспомогательное строительство этого храма. Большой храм заложен у нас в молитвке на улице Доргомышского, кажется. Мы там поставили вагончик, как временный, так же и в Московском районе железную дорогу выделили вагон. Но вагончик – это временная крайняя мера. Конечно, храм не очень строится. Лучше повезло в Щербинках, там вовсю идет возведение большого храма, хотя есть уже деревянный, не очень большой, тоже почти временный. Но я думаю, что это планируется, но сейчас, тем более в условиях, может, кризиса, всемирной страшилки такой, со строительством новых храмов сложновато. Но они все равно будут строиться. Вот построилась церковь на скобе Казанской церковь. К сожалению, у инвестора не хватило на конец 2008 года средств, чтобы отделку храма сделать. Они законсервировали пока на год стройку, но уже храм сам по себе построил. С какого возраста нужно начинать водить детей в церковь? Это с момента зачатия. Ну, а как вы думаете? Когда женщина беременная, и она старается жить какой-то более-менее церковной жизнью, приходит в храм, молится, ребеночек все слышит, все ее молитвы, все, что происходит в храме, явно или неявно, каким-то духовным образом, все равно это на нем отражается. То, что мама исповедуется в своих грехах, причащается, это тоже на него имеет большое влияние, благодатное влияние. Рождается ребеночек, приносит покрестить, после крещения не забывают про тот храм, где мы крестили, приносит так же, ребеночка причащать. Младенцы уже просто, не надо ни поститься, ни молиться перед причастием. Утром встали там, к десяти часам раз в храм, ближайший, или в какой-то любимый вам приход. Приехали, причастили домой. Это что-то такое создает в детях защиту или как инъекцию против агрессии, зла, которые в нашем мире действуют очень сильно. Ну и, конечно, я думаю, лет с трех надо начинать уже серьезно с ними говорить, на детском уровне, но серьезно без того. Все-все-все, пойдем там батюшку, такой красивый, он тебя не обидит, сладенькой водичке даст. Этого не нужно. Это полуобман, который детьми тоже воспринимается, и не нужно превращать церковь вместо игры, но какие-то вещи, евангельские истины, через игровую форму и через какие-то такие, может, методику, можно до них доносить. И чем раньше, тем лучше. Попрочнее в них войдет. Потом понимать, что наступит лет 14-15, в них начнется просто естественный процесс отторжения от этого. Но если они там на год, два, три, даже на пять лет отойдут и от молитвы, и от посещения храма, посеянное в детстве, или чем, в утробе матери, впитанное с молоком материться, оно потом все равно вернется. А если этого не сеялось в душу ребенка, ни о чем с ним не говорили, не читали с ним, ни детскую Библию не рассказывали, нечему будет произрасти. А на это место пустое, придут злые всякие вещи и очень хорошо усядутся на человеческом детском сердце.